Китайский бизнес получил новый стимул к развитию. С сегодняшнего дня страна отказывается от налога на предпринимательскую деятельность и переходит на НДС. Для подавляющего большинства предприятий это хорошая новость. Их отчисления в госбюджет заметно сократятся. По прогнозам властей, только в нынешнем году компании сэкономят 500 миллиардов юаней. О переменах в налоговом кодексе КНР в продолжении выпуска. Помочь бизнесу пережить непростые времена, подстегнуть рост экономики и усовершенствовать налоговую систему – таковы цели нынешней реформы. С 1 мая новые правила охватили десятки миллионов компаний и индивидуальных предпринимателей. По предварительным расчетам, в этом году их налоговое время уменьшится на 500 миллиардов юаней. Китай снижает темпы развития. В ближайшие годы мы столкнемся с определенным давлением, связанным с нежными факторами и внутренними реформами. Перемены в системе налогообложения позволят бизнесу не только пережить эти времена, но и найти возможности для роста. Это стимулирует трансформацию экономики и ее стабильное развитие. Действующий до сих пор налог на предпринимательскую деятельность зимался с общего оборота компании. Взять, к примеру, кофейню. Ее владелец платил налог не только с выручки, но и со всех затраченных на ведение бизнеса средств – аренды, закупки оборудования и кофейных зерен. НДС же платит с дохода. Купил за 100, продал за 120, заплати процент от вырученных 20. Малому бизнесу предлагают особые условия. Ставка налога составит только 3%. Если кто и останется в накладе, то это бюджеты регионов. Налоговая реформа отразится на региональных бюджетах. Налог на предпринимательскую деятельность для них был одним из важнейших источников дохода. НДС же платит в центральный бюджет. Как и в какой пропорции будут распределять налоговые поступления – пока большой вопрос. Изменятся и правила взимания НДС. До реформы инвестиции в основные фонды, то есть в здания, сооружения и оборудования, увеличивали налоговую нагрузку предприятия. Сейчас такие капиталовложения налогом не облагаются. По мнению экспертов, это может заметно оживить рынок недвижимости Китая. Реформ обращает компании на инвестиции в основные фонды. В них, как правило, задействованы серьезные суммы. Если раньше бизнес платил с них налог, то сейчас он сможет рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет. Ведь НДС платится с дохода, а не с капиталовложений. В итоге это позволит быстрее распродать простаивающие объекты на рынке недвижимости. Отразится ли снижение налогов на конечных ценах на товары и услуги? Специалисты полагают, что предприятия вряд ли массово пойдут на пересмотр своих прайс-листов. Скорее используют сэкономленные средства для собственного развития. Реформа нацелена на снижение налогового времени для предприятий. Потребители от неё напрямую не выиграют. Впрочем, каждая компания вправе самостоятельно решить, стоит ли делать свои товары и услуги доступнее в результате сокращения налоговой нагрузки. Налоговую реформу в экспериментальном режиме запустили четыре года назад в Шанхае. Уже в 2013-м новые правила распространили на 10 регионов Китая. Как показал их опыт, в результате перехода на НДС налоговое время уменьшилось у 95% компаний. Общая экономия бизнеса составила сотни миллиардов юаней. В июне 2014 года к новой схеме подключились предприятия из сферы железнодорожных перевозок, почтовых услуг и телекоммуникаций. С 1 мая этого года реформа охватила четыре оставшиеся отрасли – финансы, строительство, сектор недвижимости и потребительские услуги.